Ценит ли свое здоровье сотрудники и студенты Казанского университета? Осторожно, клещи просыпаются. Настало время самокатов. За или против жителей Казани? Всем привет! В эфире универ-новости, а в студии Максим Мартынов. Состоялся визит делегации канцелярии иностранных дел народного правительства провинции Хубей Китайской народной республики в Казанский федеральный университет. В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между ВУЗом и Китаем. На встрече Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям ВУЗа, рассказал о ключевых задачах КФУ, его приоритетных направлениях деятельности, а также представил структурное и инфраструктурное подразделения ВУЗа. В ходе обсуждений проректор уделил особое внимание вопросу двухсторонних отношений между Россией и Китаем. В образовательной научной среде Казанский университет сотрудничает с Китайской народной республикой в рамках реализуемых совместных программ исследований академической мобильности, сообщил Алишев. На сегодняшний день КФУ тесно сотрудничает с такими ВУЗами Китая, как Китайский нефтяной университет, Гуаньчжужский университет науки и технологий, Пекинский педагогический университет, Сучуанский университет и с другими. С ними подписаны соглашения и меморандумы о взаимопонимании. В Казанском федеральном университете ежегодно проводятся мероприятия, посвященные празднованию Дня здоровья. Это событие одно из самых ярких и значимых в университете, так как общее состояние самочувствия студентов и сотрудников является приоритетом для ВУЗа. Какие интерактивые конкурсы были подготовлены, расскажем далее. Программа оздоровительных мероприятий в День здоровья началась в 8 утра. В это время параллельно проводились утренняя гимнастика, йога, аэробика и многое другое. Были организованы различные акции, направленные на повышение осведомленности о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Студентам и преподавателям предлагалось принять участие в бесплатных медицинских обследованиях, мастер-классах по здоровому питанию, спортивных занятиях и тренировках, лекциях по профилактике различных заболеваний. Столько заряда энергии и эмоций я не получала еще никогда. Это, наверное, была самая лучшая физкультура в моей жизни. На самом деле для спецодин такие танцы – это очень-очень полезно для здоровья. Я считаю, что это очень было круто, очень полезно. Мне очень понравился сегодняшний день, так что благодарю наш институт, наш университет за эту прекрасную возможность поучаствовать в этом мероприятии. На мероприятии также проводились конкурсы и игры, направленные на повышение интереса к здоровому образу жизни. Студенты могли принять участие в веселых стартах, мастер-классе по танцам и оказанию первой медицинской помощи. Учащиеся даже попробовали себя в стрельбе из электронного оружия и в новом виде спорта – фиджитал-футболе. Эти и другие активности помогли ребятам не только развлечься и разнообразить учебные будни, но и укрепить свое здоровье. Сегодня во всех спортивных комплексах нашего университета проходит мероприятие, приуроченное к празднованию Всемирного дня здоровья. Второй год подряд в рамках Дня здоровья мы проводим новые направления. В данном случае фиджитал-футболе – турнир по мини-футболу среди институтов нашего университета. Данное направление довольно-таки понравилось нашим студентам. Особое внимание на мероприятие уделяется информационным компаниям по профилактике различных заболеваний. Специалисты из медицинских учреждений провели лекции и консультации по вопросам поддержания здоровья, профилактических обследований и методов лечения. Были организованы сессии с психологом, где каждый желающий мог разобрать волнующие вопросы. Также студенты могли сдать анализы и пройти экспресс-тест на выявление ВИЧ-статуса. Это мероприятие посвящено здоровому образу жизни. Сначала, когда я пришла, я послушала лекцию небольшую, которая полностью была этому посвящена. Как нужно правильно питаться, что нужно для сохранения здорового тела, что нужно делать для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Также здесь много психологов, которые могут ответить на интересующие вас вопросы. Можно сдать кровь на ВИЧ. Проведение Дня здоровья в Казанском федеральном университете помогает студентам и преподавателям осознать важность работы о своем здоровье. Это мероприятие становится не только возможностью провести время с пользой, но и поводом задуматься о своем образе жизни и внести в него коррективы в сторону здоровья и благополучия. Казанский федеральный будет и дальше отмечать ежегодный День здоровья, а также планирует вводить новые активности и виды спорта для студентов. Резида Каримова, Николай Асуховский, Универ Новости. С наступлением весны многие стараются больше времени проводить на свежем воздухе. Но не только люди активизируются после зимы, но и проснувшиеся клещи, которые начинают искать своих жертв. Чем они опасны и как защититься от их укусов, узнаете в следующем сюжете. Сезон активности клещей наступает по мере подсыхания и прогревания почвы. В первую очередь в лесах и лесопарковых зонах. Сейчас они единично появились только на открытых и хорошо прогретых местах – на южных опушках Казани. Однако позже с ними можно будет встретиться и в черте города. Риск появления клещей в первую очередь есть в поселке Нагорном, Новосавиновском районе, а также у берегов Казанки и озера Лебяжье. Так как в этих зонах уже сошел снег и прогрелся верхний слой почвы. Нынче была очень снежная зима. Поэтому в лесах уровень, вот этот слой снега до сих пор местами до 70 сантиметров. Клещи сейчас единично появились только на открытых местах. Это, например, южные опушки, которые хорошо прогреваются, там быстро тает снег. И вот там действительно уже клещей стали наблюдать на домашних животных, например, на собаках, на человеке. Но говорить, например, о том, что сейчас уже пошло массовое появление клещей, пока все-таки рано. Существует мнение, что клещи прыгают с деревьев, но на самом деле они обитают в почве. Поэтому на людей они залезают с земли и травы. Сначала они забираются на одежду и на теле ищут место с наиболее тонкой кожей. Поэтому чаще всего их обнаруживают в подмышках, пахо, на спине, шее и голове. Этим местам следует уделить повышенное внимание по прибытии домой. Лучшим решением будет осмотреть все тело, в том числе одежду и волосы. Вот вы вернулись домой, сразу личный осмотр. Посмотреть свое тело, одежду, волосы. Очень часто бывают, они заползают под штанину, поэтому их можно найти в паху. Просто одежду посмотреть и, соответственно, от них избавиться. Если же клещ все-таки присосался, тогда он вообще аккуратненько пицетом выкручивается против часовой стрелки. Но если сам не обладаешь такими навыками, лучше обратиться к врачу, где они профессионально все это удалят. Сам по себе укус клещей не несет угрозы. Но они могут стать переносчиками инфекционных заболеваний, самый опасный из которых – клещевой энцефалит. Он действует на нервную систему и может привести к менингиту или даже летальному исходу. От заболевания может спасти вакцинация, которая проходит в два этапа. Чаще всего прививку делают осенью, чтобы подготовиться к весенней эпидемии. А вторую – в зимнее время, либо в начале весны. Во-первых, самое опасное вирусное заболевание – это клещевой энцефалит, который действует на нервную систему, может привести и к менингитам, и даже к смертельным исходам. Ну и, в общем-то, люди, если они действительно серьезно болеют, они уже становятся не совсем нормальными. Также паразиты могут переносить и клещевой боррелиоз. Бактериальное заболевание – характерный симптом, который сыпь в форме кольца с ярким центром, которое в начальном периоде заболевания разрастается, а затем постепенно угасает. Он не так опасен, как энцефалит, но если не начать своевременное лечение, есть риск осложнений и проявления его в хронической форме. Оно лечится гораздо проще, то есть там, если оно фиксируется, то прописываются антибиотики. Но если человек, так скажем, запускает эту болезнь, то могут быть достаточно неприятные осложнения. Защититься от клещей достаточно просто. Клещ – это не комар. Он не садится и сразу кусает, а ему нужно какое-то время, чтобы он нашел место с более тонкой кожей. Чтобы предостеречь себя от укуса клеща на прогулке, нужно помнить о следующих правилах. Голову лучше закрыть головным убором или капюшоном. Одежду выбирать из светлой и однотонной ткани. Так будет легче замесить вредителя. Наверх предпочтительно надеть что-то облегающее. С длинными рукавами и воротником. Брюки или штаны лучше заправить в сапоги или другую обувь. Она должна закрывать стопы и лодыжки. Вообще, насколько я знаю, сейчас вот этого клеща можно отдать в специальные службы на анализ. У нас есть, например, Центр гигиены и эпидемиологии. И они скажут, что этот клещ что в себе нес? Боролиоз или он вообще стерильный был? И, соответственно, если боролиоз был, тогда можно обратиться к врачу. Он пропишет специальные препараты. И когда снег сойдет, это, скорее всего, будет к концу апреля. Потому что снега много. Да и весна не сказать, что сейчас очень пошла теплая. Сейчас небольшое похолодание. Поэтому, скорее всего, в конце апреля, когда снег в лесу полностью стает, то мы уже столкнемся с клещами более, так скажем, тесно. На сегодняшний день в Казани еще не были зарегистрированы укусы человека клещами. Однако паразитов уже находили на домашних питомцах. Поэтому стоит учитывать меры предосторожности и позаботиться не только о себе, но и братьях наших меньших. Кристина Отекина, Николай Суховский. Универновости. Стартовал сезон электросамокатов. Правила пользования средством индивидуального передвижения ежегодно вносят правки. С какими дополнительными ограничениями столкнутся пользователи и как будет регулироваться движение электросамокатов, расскажет наш корреспондент Анастасия Чуняева. С приходом весны люди все чаще стали пользоваться электросамокатами. Ежегодно в правила пользования индивидуальным средством передвижения вносятся коррективы. 2024 год не стал исключением. Совет Федерации России доработал законопроект о регулировании движения электросамокатов, включающий дополнение Кодекса об административных правонарушениях. Изменения коснутся наложения наказания за управление средствами индивидуальной мобильности в состоянии опьянения, нарушения требований к перевозке пассажиров и грузов и превышения скорости при вождении. Отдельно в законопроекте будет говориться о нарушении правил дорожного движения водителям электросамокатов в процессе передвижения. Ввели ограничения, а именно скоростное ограничение. Теперь, независимо от мощности того или иного арендуемого самоката, везде стоят ограничения скорости, что, на мой взгляд, хорошо повлияет на в целом дорожное движение и контроль, соответственно, за самокатчиками. Ввели возрастное ограничение по использованию средств индивидуальной мобильности. В России первые сервисы по обслуживанию и предоставлению электросамокатов появились в 2018 году. Общество тепло приняло нововведение на дорогах, ведь, как известно, электрический самокат является экологичным средством передвижения, не производящим выхлопных газов. Однако с каждым годом случаи дорожно-транспортных происшествий, связанных с индивидуальным средством мобильности, участились. Поэтому отношение людей к таким устройствам передвижения нельзя назвать однозначным. Мне они очень нравятся. Но единственная проблема в том, что это очень опасный транспорт, особенно в такую погоду. Их уже в нашем городе поставили, везде стоят. В такую погоду очень опасно кататься. Опасно не только тому, кто катается, но и тем, кто передвигается. Я отношусь к электросамокатам отрицательно, потому что от них очень много травм, по сути. Они опасны для здоровья. В целом я положительно отношусь к электросамокатам, потому что они выполняют функцию переместиться из точки А в точку Б, особенно в центре. На машине ездить как бы не вариант, потому что парковочных мест даже можно посмотреть тут. Их толком нету. А на самокате можно быстро и дешево добраться до цели. Передвигаться на электросамокатах удобно и быстро. Но не стоит пренебрегать правилами дорожного движения для личной безопасности и окружающих. Максимальная скорость на индивидуальном средстве мобильности не должна превышать 25 км в час. Устройства должны быть установлены необходимые атрибуты транспортного средства. Движение необходимо осуществлять единолично, а детям до 7 лет перемещаться разрешено только в сопровождении родителей. В наши дни электросамокаты набирают все большую популярность. Поэтому, передвигаясь по тротуарам, будьте бдительны. А используя средства индивидуального передвижения, не забывайте о правилах безопасности. Анастасия Чуняева, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости. Дирекция социально-спортивных объектов, юридический факультет, дирекция музеев, институт искусственного интеллекта, бототехники и системной инженерии, институт дизайна и пространственных искусств, медико-санитарная часть, студенческий городок и другие. По положению стрельба велась из пневматического оружия с расстояния 10 метров. Судейство турнира осуществляли старшие преподаватели общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта. Победила команда общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта. В их зачете 147 очков. На втором месте юридический факультет с результатом 119 очков. Бронзу забрала команда дирекции социально-спортивных объектов 113 очков. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин